Лето прекрасная пора. Кто-то ездит на велосипеде, кто-то на автомобилях, а кто-то, и их становится все больше, любит ролики. Сегодня у нас в гостях президент Федерации роллер-спорта в Ярославской области Руслан Шилов. И инструктор-реабилитолог Мария Манышкина, она же вице-президент Федерации. Ну а также юные спортсмены Тимофей и Елисей. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, Руслан, спорт и увлечение – это такое достаточно молодое. В Ярославле насколько оно популярно и с какого возраста и вообще кто приходит к вам учиться? Еще раз доброе утро! Спорт очень молодой. Два года назад он признан официальным видом спорта, поэтому появились в Федерации. Проводятся чемпионаты мира, чемпионаты России, чемпионаты Европы. Все больше и больше людей увлекается и притягивается уже не как к увлечению, к хобби, а больше как к спорту. Потому что на соревнованиях может участвовать любой, как написано в положениях соревнованиях, у кого есть ролики. Любые ролики. Вот это да! А все-таки ролики – это экстремальный вид спорта или же нет? Считается, что это экстремальный вид спорта, но мы стараемся донести и дать понять людям, что любой может, подходя с умом, овладеть этим видом спорта. А как вы давно занимаетесь роликами? Я занимаюсь уже 8 лет непосредственно как обучением на роликах, а катаюсь, наверное, с детства. С самого детства? С самого детства. Ну, я знаю, что это была проблема вот когда-то, да? Нет, еще лет, это там 20 назад достать ролики. Сами я познакомился во Франции, когда закончил школу и поехал играть в гамбол во Франции в город Пуатье по братим с Ярославлем. И там в семье, где я жил, познакомился с роликами, стал на них кататься. А говорят, кто-то автоматически, то есть кто катается на коньках, кто может автоматически кататься на роликах. Так ли это? Ну, мы увидели, что это не совсем так, в зависимости от людей, от их способностей физических. Кто-то может перейти на ролики, но по большей мере люди не сразу осваивают ролики. Наоборот, процесс происходит легче. По причине того, что ролики могут ехать сами, из-за того, что вы стоите, там давление сосредотачиваете на заднее колесо, ролик начинает ехать. То есть коньки стоят на месте, их приходится толкать. И вот этот вот принцип, если человек сам внутренне понял, то он может освоить ролики. Так, ну вот у нас в студии есть замечательные два спортсмена. Я знаю, что мы познакомились, мы знали, что Тимофею 9 лет, а вот Елисей совсем юный, 4 года. Мальчишки, с какого возраста стали на ролике, Тимофей? Сколько тебе было, когда ты первый раз попробовал? Ой, давно это было уже, да? Сколько тебе было? Три годика ему было. Три? Три годика ему было, когда мы ему купили ролики и стали тренировать. Страшно было? Страшно? Нет? Сейчас страшнее. Ага, с возрастом увеличивается страх. Привезли на первое соревнование, и он без всяких проблем поехал, выступил на соревнованиях. Я не помню, там, занял какое-то место, но в детских соревнованиях, что здесь хорошо, в роликах всех поощряют. И поэтому мы не помним, выиграл он, нет, всем были даны грамоты. Чем старше становится, тем больше боязни. Сейчас, выходя на каждое соревнование, приходится его обратно на площадку выталкивать. Ага, это я просто к чему спросила, про возраст, да, и как, потому что многие родители считают, что ролики своему ребенку, ну, наверное, не буду покупать, это вывихнет колено, там, упадет, в общем, очень травмоопасно. Вот что вы по этому поводу скажете? По этому поводу, вот, наше личное мнение, что ролики укрепляют мышечный корсет, помогают укрепить мышцы, которые держат суставы ног, вот, но, опять же, нужно подходить с умом. Как у нас по большей мере, давайте купим любые ролики, понравится, не понравится, любые ролики, они не крутятся, к примеру, колесики, пластмассовые, нет сцепления, и ребенок ходит, только мучается, ноги заваливаются, это, конечно же, плохо. Если вы подходите с умом, там, начиная ребенка в 3-4 года ставить, на короткое время, когда он хочет, там, на 15 минут, давай, мама, ролики оденем, одели ролики, проследили, что ролики стоят четко, прямо, можно покажу, да? Вот так вот. По большей мере, когда на детей одевают ролики, у них ноги или так заваливаются, или так заваливаются, вот это плохо. Если ролики стоят прямо, тогда ребенок начинает правильно их держать. Плюс лучше сразу подходить к выбору роликов, чтобы они были хорошие, плотно держали ногу, четко держали ногу, тогда никаких проблем не возникнет. А какая защита должна быть на ребенке? И обязательно, да, детям до 14 лет полная защита, это наколенники, налокотники, защита кисти и шлем. И шлем. Шлем обязательно детям до 14 лет. У нас существует мнение, что это не круто. Сразу же говорим, не круто кататься без защиты. Вы не можете выучить новые трюки, вы не можете подпрыгнуть, вы не можете спуститься по лестницам на роликах, а мы можем съезжать на роликах по лестницам. Вот это да. Кататься по траве. Мы знаем, что помимо просто обучения в этом году еще добавился один проект реабилитационный. Расскажите о нем поподробнее. Что это? Для кого? На кого рассчитан этот проект? И чем вы занимаетесь? Мы занимаемся тем, что мы пытаемся помочь детям с ограниченными возможностями. Это дети с болезнями ДЦП, любыми другими мужичковыми нарушениями. Аутизм, синдром Дауна, слабовидящие. Ну и в целом, наверное, слабослышащие тоже. Вот. Программа направлена на как бы имеет как физиологическую составляющую, так и момент такой социализирующий. То есть ребенок, который приходит на ролики, он получает новый опыт за счет того, что у него очень быстро меняется картинка, он мышечно заставляет себя работать иначе. У него меняется после снятия роликов его восприятие самого себя как бы в пространстве времени и окружающей реальности. То есть у нас сейчас мы начали заниматься одним мальчиком. У него уже есть прогресс определенный как в роликах, так и после того, как вот он уже без роликов, он стал прыгать, он стал лучше ходить, ну, ровнее себя держать. Стал эмоционально более открытым, очень много стал говорить. Мама говорит, он после занятий и до занятий прямо его не остановить. А сколько ему лет? Ему 9 лет. Вот. И у него есть очень большое желание продолжать дальше. Я думаю, к концу сезона мы выведем по набережной. Вот это да, вот это да. А вообще, какие дети могут обратиться к вам с области? Дети могут обратиться с области, с любых других городов. Я думаю, географически нам не принципиально, откуда будут эти дети. А с какого возраста? С 4 лет. С 4 лет? Так же, как и обычные дети, нам важно, чтобы они могли стоять с опорой. А в Ярославле достаточно комфортно кататься или все-таки мало мест для роллеров? В Ярославле по опыту достаточно комфортно кататься. У нас очень большое пространство, где мы можем ехать. Не везде хороший асфальт. Но как показало, мы обернули эту проблему положить в плюс. Там, где неровный асфальт, лучше всего отрабатываются движения на роликах. Баланс. Баланс, сгибание в коленных суставах. И правильное положение корпуса. И правильное положение корпуса. Потому что неровный асфальт позволяет быстрее упасть. И тогда человек более концентрируется и едет ровнее. Не учится, да? У нас где-то мы засекали, если мы прокатываемся, есть трасса 17 километров, которую мы можем по набережной туда-обратно совершить до парка Тысячелетия, не пересекая практически ни одной дороги. Да. Вот это да. Значит, все-таки проблемы с дорогами хоть кому-то идут на пользу, да? Это радостно. Ну что же, мы знаем, что у вас существует летняя школа, да? Да. Приглашайте всех желающих. А вот, например, мы вот в нашем, так сказать, уже немолодом возрасте сможем научиться. Вот просто так, да? Возрастные критерии, мы, как уже сказали, рекомендуется с 4 лет и не ограничены. До 70. У нас были, да, до 70 лет. Но опять же, с умом подходить, потому что в каждом возрасте есть свои какие-то ограничения. И вы поможете, если что, выбрать ролики, да? Конечно. Спасибо большое. Обязательно воспользуемся вашим советом. Да, это только начинается, так что мы всех приглашаем заняться этим новым видом спорта. Спасибо большое. Доброго. И сгибайте колени. Спасибо. Спасибо.